Вот я установил данный станок на стол, поставил цепь и буду пробовать точить цепь и посмотрим, как справляется с данной задачей диск, который комплектует фирма Энхель. И потом я поставлю заточные круги от фирмы Штиль. Посмотрим, как он будет точить наш виденство. Пошел процесс разборки. Забыл сказать, вот это все у нас идет металл. Есть немножко элементы пластика задней крышки, которые крыльчатку закрывает. Она пластиковая. И здесь такая одна гладочка декоративная тоже пластик. Остальное все идет металл. Да, и сзади декоративная оставочка тоже идет пластик. Поехали разбирать. Снимаю крышку крыльчатки. Смотрим, кому интересно. Стоит вот такая пластиковая крыльчатка, которая дополнительно гоняет воздух и дополнительно охлаждает двигатель. Двигатель, хочу вам сказать, здесь стоит асинхронный. Снял я вот этот защитный пластиковый кожух, в который защита идет. Здесь стоит обычный анхелевский диск. Он не есть сильно там хорошего качества. И все вот это вот прижимается, ложится вот на такой вал. Вот видим вал. Здесь лампочка подсветки обычная стоит. Ее можно заменить на ледовскую. У нас, знаю, ребята, покупали, меняли на ледовскую. Более лучше. Такая лампа, она долго, скажем так, не служит. Ну, без проблем. И лампу можно купить. Кто собрался точить профессионально и хочет купить себе такой вот станок анхель, я рекомендую, ну, вот этим кругом, конечно, можно точить. Но я рекомендую поставить круг фирмы Штильш. Он лучше, он лучше точит, он не пускает закалку зубьев, но он имеет совсем немножко другой диаметр внутренний. Он имеет диаметр. Для этого мы, ну, когда наши ребята брали, они просто выточили втулочки. Снимается сюда, надевается втулочка. У токаря. У любого токаря можно прийти и заказать такую втулку выточить. Вот, и это дело все прижимает. Прижимаем. Потом в конце обзора я поставлю этот Штилевский диск и для сравнения покажу, как точит Энхелевский, как точит фирмы Штиль круг. И вот так зажимается вот этот наш диск. Он намного лучше, у него, ну, структура диска сама заточна у вас лучше, чем у круга фирмы Штиль. Внутрешний диаметр идет 12, такой же, как вот этот вал точно посадочный. Ну, особо много думать не надо, просто можно вот втулку бы, вот это что идет прижимная, шайба положить ее назад, можно вот это, скажем, прижать с обратной стороны. Прижимаем вот, просто берем балл, да, и прижимаем вот, с обратной стороны, можно прижать будет его. Я потом это в конце видео покажу, как это все работает. Но лучше, конечно же, точить... Еще показать здесь стоит очень мощная пружина, добротная такая, вот видно всем на видео, очень хорошая пружина. Срок службы, крышку, сниму ее. Я хочу показать, здесь расположена кнопка, и также расположен конденсатор пуску. У нас он идет на 5 микрофарад, 5 микрофарад к этому станку, и под кнопкой идет пускателя магнитная лампочка. Вот, смотрим, кнопка, лампочка, кнопка с другой стороны, чтобы было видно. Вот наша кнопка, она вовнутрь вынимается для замены. Ничего сложного нет. Поехали дальше. Вот я отсоединен двигатель, он держится на трех болтах, он очень просто снимается. Кому может, нужно будет двигатель, можно будет снять. Ну, кулибинных разных бывает, кто-то захочет для чего-то, может другого использовать. Можно будет снять. Вот у нас полностью съемный у нас идет. Можно будет приспосабливать. Вот я разобрал наш двигатель. Двигатель, хочу еще раз сказать, является асинхронным. Хочу показать поближе. Якорь, статор. Сейчас замерю якорь. Он у нас имеет 40-44. Хочу обратить внимание, что все идет на подшипниках. На подшипниках все идет. Спереди подшипник стоит 6000 2 Z. И также стоит сзади подшипник. Посмотрим сейчас. О, как статор, как намотано. Просто, ну, просто идеально намотано. Просто, ну, у меня вообще претензий нет. Все очень качественно. Хорошо. Этот корпус идет у нас алюминиевый. Он на себя будет брать тепло, которое будет здесь. Он на себя будет забирать вот это тепло. Температуру, которая будет здесь набираться. Если клетчатка, скажем, будет помогать, то этот корпус тоже на себя будет забирать. Ну, претензий к двигателю ничего вообще нет. Я думаю, с заточкой любых цепей он справится. Я думаю, цепей подряд можно так 15 затачивать. Ничего этому двигателю абсолютно не будет. Очень качественно сделаем. Вот я установил данный станок на стол. Я поставил цепь и буду пробовать точить цепь. И посмотрим, как справляется с данной задачей диск, который комплектует фирма Энхель. И потом я поставлю заточные круги от фирмы Штиль. Посмотрим, как он будет точить наш... Я уже выставил цепь. Все нужные углы повыставлял. Сейчас попробую один зуб, как он себя ведет этот диск. Вот пытаюсь показать. Ну, я давил очень сильно. Немножечко в верхней части потемнел зуб. Вот видно, да? Немножко. Ну, я давил сильно. Это специально я пробовал, как он берет. Если аккуратно точить, то вот это не будет. Ну, сам зуб закалки не опустил. Не потемнел полностью. Бывает, как китайским кругом точат, что он наполовину темнеет. Немножечко перепалил я зуб. Сейчас попробую Штиль. Вот я установил фирмы Штиль. Заточной диск. Сейчас будем пробовать. Заточка кругом. Фирмы Штиль лучше. Он даже лучшую структуру зуба делает. Чисто я тоже давил. Сильно много собрал зуба. И очень чисто. Ну, можно. Энкельевским диском можно точить, если не спеша, аккуратно. Ну, конечно. Фирмы Штиль круги будут дороже. Если кто-то хочет использовать для себя, для дома, подойдут круги фирмы Энкель. Если кто-то хочет использовать данный станок профессионально, я рекомендую покупать на этот станок круги фирмы Штиль, Винзер или более каких-то известных мировых изготовителей. И использовать эти круги. Качество заточки цепей будет намного лучше. Вот такой момент еще хочу рассказать. На этот станок можно ставить еще диск за такой вот шлифовальный. Для чего он? Мы ставим его для того, чтобы снимать направляющий. Цепь, который определяет глубину реза. Вот этот зуб сейчас я поставлю и покажу. Здесь мы ставим посередине 0 градусов, а сзади мы ставим 80 градусов. Получается, сейчас покажу вот так, 80 градусов. Получается, диск цепи у нас идет под кутом, 10 градусов идет под кутом. Он убирает этот направляющий зуб. Сейчас я продемонстрирую. Смотрим. Вот этот диск будет нас прикасаться к направляющему зубу и будет его снимать. Чтобы определить высоту, сколько нужно снимать, есть специальные шаблоны. Кто хочет заниматься профессиональной заточкой, этим людям рассказывать не нужно. Они найдут какие шаблоны и купят. Я сейчас просто продемонстрирую, как это выглядит. На что способен этот станок. И поехали, поехали, следующий зуб. И каждый зуб вы себе выставляете. То есть, сзади стоит ограничитель. Его можно выставить. До какого уровня наш зуб стачивать. И кто собрался, скажем так, заниматься профессионально. Я думаю, этот станок подойдет грамотно немножко переделать. Так как я вот купил круги другие и, скажем, Штильевские. И он будет не хуже стучить, чем станок фирмы Штиль и чем станок фирмы Орегон.